Привет, ты на канале Прагавта. Сегодня у нас самый красивый выпуск. Мы в Марине Ариана. Сегодня пилотирует наш автомобиль Артем и мы узнаем значение фразы древних по морям ходить необходимо. Узнаем, почему владение яхтой и яхтенный спорт настолько непопулярны сегодня в Украине. Обсудим, что нужно сделать для того, чтобы все загорелись желанием, мечтой купить лодку, яхту, совсем по-другому проводить свой досуг, выходные. Поехали? Поехали. Артем, чем вы занимаетесь? Яхтами, катерами и всем, что связано с спортом, с отдыхом на воде. Занимаемся этим с 91 года. Начинали с того, что строили яхты сами. Участвовали на многих выставках в Европе, во Франции, Финляндии и постепенно пришли к тому, что нужно строить свой яхт-клуб, чтобы своим клиентам дать возможность и хранить яхты и качественно обслуживать их. Яхт-клуб это место, с которого начинается путешествие человека. То есть он должен быть настолько приятным, гостеприимным, родным для каждого члена клуба, чтобы с момента, когда человек заезжает на своем автомобиле на территорию яхт-клуба, чтобы он уже чувствовал, что начинается его увлекательное путешествие, начинается его отдых, начинается его уикенд и длительное путешествие. К сожалению, у нас яхт-клубов пока еще очень-очень немного и особенно яхт-клубов, которые предоставляют качественный сервис и качественные услуги, совсем немного. Но в Европе уже давно существует рейтинг и так по аналогии с гостиничным бизнесом, там где присваиваются звезды, яхтенным центром, маринам, яхт-клубам присваиваются золотые якоря. У нас пока такой классификации нет, но будем надеяться, что через какое-то время появится. Если посмотреть, какое количество воды, рек, водохранилищ, какое огромное море есть в Украине и посмотреть, какое количество яхт мы можем увидеть просто на воде, то это просто капля в море. На самом деле к нам приезжают наши голландские партнеры и просто удивляются. У вас огромный Днепр, прекраснейшие места, красивейшие пляжи, берега, очень много воды, очень много замечательных мест и при этом нет яхт. Где они? И я думаю, что ответ кроется в том, что у нас пока еще люди немножко не представляют себе, что можно получить от яхты, что может яхта подарить. Мы часто видим, что яхты просто покупают глазами. Вот человек идет по какой-то выставке или где-то может увидеть рекламу. Вот понравил ему весь формы. Но на самом деле эта покупка может не принести той радости и того удовольствия и не вернуться теми замечательными эмоциями, которые человек ожидает. Потому что, как мы говорим, его навигационная программа совсем другая. Он может еще сам не признаться себе, не почувствовать какая у него она на самом деле. И поэтому вот выбрать просто то, что ему понравится из-за какой-то обтекаемой формы или цветовой гаммы. Поэтому очень жаль, что сейчас, к сожалению, в Украине до сих пор нет классной большой международной выставки бот-шоу. Проходят несколько небольших выставок, но они не привлекают такое количество посетителей, чтобы мы могли говорить о каком-то образовании, о каком-то обучении, скажем, наших, в кавычках, обучении наших потенциальных клиентов. А ведь только понимая особенности яхты и выбрав яхту для себя, для своей навигационной программы, для своих ожиданий, для своих желаний, только тогда можно быть очень довольным. С автомобилями другое дело. Человек, выбирая автомобиль, очень точно понимает, будет ли он больше ездить на нем на работу, или он ему нужен просто как статусная вещь какая-то, или же он ему нужен, может быть, для каких-то сугубо бизнес-целей. С автомобилями немножко проще. Очень много информации, очень много салонов, очень много образования в этом всем. С яхтами совсем по-другому. С яхтами, к сожалению, пока очень сложно. Мне кажется, что живя в Киеве или в наших крупных городах, где-то вот на берегу реки, конечно, есть тяга на воду, есть какая-то такая интуитивная тяга к тому, чтобы попробовать отдохнуть, попробовать, может быть, попутешествовать. Человек начинает искать, начинает к чему-то присматриваться, что-то смотреть. И вот тут возникает большая проблема, потому что если он заходит просто на какие-нибудь сайты продаж, то он видит огромное количество разных катеров, и у него нет возможности пока сейчас разобраться, какая именно лодка ему нужна, на что нужно обратить внимание, что будет удобно, что будет неудобно, что ему подарит каждое конкретное судно. У нас был опыт, когда приходили люди и начинали сразу же с приобретения крупного судна. Были действительно те, которые начинали с очень маленьких яхточек, и потом суда увеличивали по мере роста своих возможностей, и по мере того, как они больше начинали понимать, какие именно суда им нужны, то есть для чего им нужно судно. Первые попытки тест-драйвов делают наши маринистические журналы. У нас есть два журнала, Шкипер, Фарватер. Ребята приглашают опытных специалистов, судоводителей, тестируют яхты. Вот недавно мы проводили с журналом Шкипер, очень такой интересный, качественный тест-драйв. Приглашали очень опытного человека, Володина Уменко, человека с большим опытом. И этот тест-драйв был здесь в наших родных днепровских условиях, а тестировали мы яхту года, яхту 2019 года. Это яхту шведской фирмы Nimbus, которая называется W9, Weekender 9. Такие тесты нужны, но проблема другая, что очень увлекательная, хорошая статья. Но теперь вопрос, а журнал этот насколько популярен? Покупают ли его люди, смотрят ли его? И вот тут уже возникает другая проблема. Как продвинуть этот журнал, как сделать маринистический журнал, настольным в каждом офисе какого-то нашего киевского бизнесмена. Я думаю, что главным источником информации должны быть выставки. Выставка должна проходить в центре Киева, у нас прекрасная набережная, у нас подол. И выставка должна быть в пешеходной доступности от центра города, и она должна быть обязательно очень хорошо разрекламирована. Если посмотреть по аналогии с выставками, которые проводятся за рубежом, то такая выставка как бот-шоу Дюссельдорф, бот-дюссельдорф, это событие города. То есть, вы приезжаете в город во время выставки. Прямо в аэропорту вас встречают огромные борды с приветствием, ждем вас на выставке. И дальше вы едете в поездах метро, по поездах, транспорте, автобусах. Везде будет реклама, везде будет приглашение. Выставка реально гигантская. И город эти несколько дней, 10 дней выставки, он живет просто этой выставкой. Все отели заполнены, рестораны заполнены. То есть, это гигантское событие в городе. То же самое выставка в Каннах. Это крупнейшие выставки европейские. Вот наша мечта, и мы вот постепенно ищем единомышленников, чтобы создать, все-таки провести в Киеве такую вот большую, серьезную выставку. Причем, я понимаю, что на первых порах люди бы просто приходили туда погулять. Просто погулять, посмотреть. И на выставку тогда приедут операторы рынка. А они уже есть. Приедут школы, которые могут с удовольствием обучить человека управлять парусной или моторной яхтой. Приедут чартерные компании, которые с большим удовольствием организуют прекрасный тур или же по каналам Голландии на стальных водоизмещающих яхтах, например, или же на парусных по островам Греции. Это будут продавцы яхтенной одежды или одежды в яхтенном стиле, которые создают вот этот вот замечательный шарм, лайфстайл, пребывание на судне, пребывание вот в этой среде яхтенной. Это могут быть экстремалы. У нас в Украине замечательные команды есть по аквабайку, например. Это просто потрясающе интересные ребята. И тогда выставка будет разноплановой и каждый, как мне кажется, сможет найти себе что-то интересное, что-то зацепит человека. Но это должна быть крупная выставка. Это должно быть действительно мероприятие с большим размахом. И вот для нас, для операторов рынка, я думаю, что такая выставка была бы толчком, дополнительным точком для развития нашего бизнеса. Оно должно происходить все параллельно, одновременно. То есть инициатива провести выставку, приглашение операторов, качественная выставка, повышение интереса к этой выставке. И такая выставка сразу же будет приносить результаты, потому что все почувствуют, что появилось больше клиентов, появилось больше людей, которые этим всем интересуются. Это одна сторона вопроса. И вторая, конечно, это развитие инфраструктуры. Вот постепенно, постепенно яхт-клубы все-таки появляются, марины появляются, и они становятся все более качественными. В них уже можно получить более или менее достойный сервис своей яхты. Это тоже очень важно. Последнее время несколько хороших марин возникло при коттеджных городках. Они пока еще не знают, как организовать правильно сервис, как что-то сделать для самих яхтсменов или собственников яхт, владельцев яхт. Но они уже понимают, что это должны быть привлекательные такие инфраструктурные объекты и предоставлять какой-то уровень сервиса там. Это радует на самом деле, потому что чем больше будет объектов, таких марин, каких-то ресторанчиков возле воды, каких-то спортивных заведений, тех мест, куда можно на своей яхте прийти, тем, конечно, будет интереснее. Это все будет вода на нашу мельницу, на нашу общую. Если мы говорим о небольших яхтах, небольших катерах, то идеальный старт своей такой водной биографии – это приобрести небольшое судно на трейлере, на лафете, приобрести такую машину, как вот Кодиак. После этого нужно просто искать, придумывать маршруты, искать интересные места, выезжать. Очень много марин сейчас уже имеют слипы, имеют возможность без проблем спустить свое судно на воду или с лафетой или небольшими кранами. Все это есть и проблем никаких нет. Больше того, имея автомобиль с фаркопом и яхту или катер на трейлере, можно просто выдвигаться, например, прекрасные яхт-клубы в Каховке, в Днепропетровске. То есть житель Киева может, разведав окрестности, водные окрестности Киева, может дальше расширять свою географию, двигаясь на юг. То есть это все не является проблемой уже. Если говорить о моторных, здесь нужны больше знания, такие как бы теоретические и относительно небольшая практика. Потому что современные моторные яхты очень удобны в управлении, они не сложнее управлять современной яхтой или современным катером, не сложнее, чем управлять автомобилем. Если говорить о парусных, то, конечно, там нужна практика. У нас очень много сейчас уже есть парусных школ, ведут эти парусные школы часто очень хорошие спортсмены с яркой спортивной биографией и нет никаких проблем, договорившись, посетив несколько теоретических занятий, потом выехать на яхте, выйти на яхте в море или же выехать куда-то даже за границу, в Хорватию, в Италию, в Испанию и там продолжить обучение. Вот сейчас очень популярным стал чартер. Очень много людей заинтересовалось вот таким видом отдыха, не имея свою яхту пока, попробовать взять ее в аренду. Ну, конечно, немножко страшно и поэтому, конечно, люди хотят попрактиковаться, не только иметь права иметь формальную юридическую возможность взять яхту в чартер, но и чувствовать себя уверенно. Поэтому берут какое-то количество уроков практических и потом выезжают. И такие чартерные компании есть по всему миру. Яхты самые разнообразные и парусные, и моторные, и небольшие, и даже крупные. Причем я говорю о чартере так называемом барбоут, когда это лодка без шкипера, то есть когда вы сами берете самостоятельно яхту и путешествуете. То есть у вас полная свобода действий, полная свобода передвижения. Очень мало людей и знают об этом. Например, наши партнеры, это голландская фирма Linsen, которая строит замечательные водоизмещающие, стальные водоизмещающие суда, строит уже больше 70 лет. У них по Европе создана сеть, целая сеть чартерных компаний, которые предоставляют вот такие свои яхты фирмы Linsen, постройки завода Linsen, предоставляют в чартер. Это увлекательнейшее путешествие, это, ну, приведу пример. Канал Дю Миди, Франция. Недельный тур. Стоимость от полутора до трех тысяч евро за яхту. В яхте может разместиться 4-6 человек с комфортом. Если вы пересчитаете стоимость тура на одного человека, то окажется, что иногда гостиницу будет дороже снять для этой группы друзей, чем взять яхту в чартер. То есть это абсолютно нормально, доступно и потрясающе увлекательно, потому что вы сами прокладываете свой маршрут, вы сами решаете, где остановиться, вы сами изучаете окрестности, вы сами смотрите, что вас больше интересует. Вы хозяева своего времени, хозяева своего отдыха. В свое время наша компания, мы сами строили яхты, мы сами строили 6-метровые стеклопластиковые яхты, назывались они Арияна 21. Было очень увлекательное путешествие в Ларошелле. Мы были участниками выставки и выход в океан. Это было очень здорово с нашими друзьями, с нашими французскими коллегами, дилерами. Это было очень интересно. А сейчас наша компания, наша Марина, наш яхт-клуб в Ижгороде. Марина называется Арияна. Мы являемся дистрибьюторами трех замечательных верфей европейских. Это нам посчастливилось, и все эти верфи являются лидерами рынка. Это верфи английская верфь Fairline, голландская верфь Linsen и шведская Nibus. Все яхты это топовые. Они разные по своей концепции, они разные, ориентированы на разного покупателя, и это очень привлекательно. То есть любой человек, который придет к нам и будет интересоваться приобретением судна для себя, мы сможем, поговорив с ним, почувствовав его предпочтение, его вот эту навигационную программу, о которой мы говорим, мы сможем предложить ему то судно, которое будет приносить ему очень много радости. Некоторые яхты, конечно, есть в наличии в Вышгороде, но суда эти достаточно дорогие, поэтому держать на складе их, как правило, невозможно. И кроме того, яхты высокого качества и вот такие суда, они строятся под клиента, как правило. То есть у человека возникает слишком много пожеланий в процессе заказа яхты, и верфь, конечно, старается построить яхту уже под конкретного будущего владельца. Времени это может занимать от полугода до года. То есть серьезная яхта строится, может быть, 7-8 месяцев. Но это очень увлекательный процесс, потому что, как правило, ну, по крайней мере, наши верфи, с которыми мы работаем, они очень открыты, и они с удовольствием приглашают будущего владельца приезжать и смотреть, как строится его судно, обсуждать какие-то моменты технические, обсуждать отделочные материалы. Заказчик строит яхту вместе с верфью. Это очень увлекательный процесс. Яхта W9, Weekender 9, шведской фирмы Nibus, как я сказал. Но потрясающе интересная яхта. Это, если проводить аналогию с автомобилями, это такой водный Ferrari. Судно предназначено для того, чтобы ходить на нем на высоких скоростях, чувствовать себя абсолютно уверенно, позволять спортивный драйв. То есть, когда на высоких скоростях до 40 узлов можно спокойно переложить руль с борта на борт и получить удовольствие от перегрузок, которые появляются. И, с другой стороны, это судно, которое прекрасно справляется с волной, которая даже в холодное время года может приносить море радости и удовольствия своим владельцам, потому что оснащено там отопителями в Эбаста. Это очень интересное судно для путешествий, для прогулок. Три отдельно зоны отдыха на 9-метровом судне. Очень комфортная, очень тщательно выверенная эргономика. Ну, вот как на вашем Кодяке. Вот сейчас сижу, получаю море удовольствия, управляя им. Он немножко не спортивный, но он очень приятный в управлении. То есть, это машина, из-за которой из-за руля не хочется уходить. Вот так и из нашего нимбуса. То есть, не хочется выйти из-за штурвала, потому что он просто притягивает тебя. Хочется дальше, дальше управлять, просто получать удовольствие от управления, от пребывания на воде. Кстати говоря, маленький технический момент. Это одно из первых судов, на котором применена технология конструкция корпуса с поперечными реданами, которые создают такую воздушную взвесь, пузырьки воздуха в смеси с водой, с брызгами воды, которые создают такую мягкую воздушную подушку, и она создаёт абсолютно потрясающие ходовые характеристики этому судну. Раз в год журналисты собираются и выбирают. Это несколько этапов отбора идёт. И в конце концов, в каждом диапазоне длины и типа яхты выбирается своё судно. Мы очень довольны, потому что, действительно, это наши партнёры. Мы делимся их дистрибьюторами в Украине. И мы в Украину привезли действительно супер качественный продукт, новый для Украины. И мы видим, сейчас проводим тест-драйвы, и мы видим, насколько людям нравится, и как люди реагируют на эту яхту. Мы чувствуем, что есть потребность, потому что те же автомобили, они шагнули уже далеко вперёд. Люди понимают, какой должен быть уже современный автомобиль. А вот что касается катеров и яхт, тут мы немножко отстали. Мы выходим, делаем тест-драйвы, мы показываем особенности управления, возможности судна. И нам это тоже очень приятно, потому что мы видим, что человек уходит, почувствовав разницу. Кстати говоря, у фирмы Nimbus, у этого замечательного шведского производителя, таких замечательных яхт, то у них их слоган, фирменный слоган, это Feel the Difference, почувствуйте разницу. И действительно, садясь за штурвал яхты Nimbus, ты чувствуешь разницу, какая разница в управлении, в удобстве, в уверенности управления яхтой. Зимой на самом деле работы очень много, но это, конечно, работа связанная с подготовкой судов к следующему сезону. После сезона, после навигации, яхта тоже должна немножко отдохнуть, ей нужно тоже немножечко привести ее в порядок. Это может быть полировка, это может быть ремонт небольших каких-то повреждений, если такие возникли. И самое главное, это просто уход за системами, ведь современное судно – это достаточно сложный технический продукт. Это современные двигатели, это современные системы, комфортабельные яхты имеют еще кучу всяких других систем. Это системы кондиционирования, водоснабжения. И, конечно, эти все системы требуют внимания. Вот эта зима – это как раз идеальное время немножко потратить времени на свою любимую яхту, чтобы она встретила сезон в полном здравии и снова на следующий сезон дарила море радости. Одна из таких работ, которую, кстати говоря, желательно, крайне желательно проводить, это окраска днища не обрастающей краской. Это позволяет иметь чистый корпус на протяжении всего сезона и экономить топливо, и получать максимальную скорость, на которую судно рассчитано. В нашем яхтубе есть сервисный центр. Мы делаем полностью все работы и корпусные, работы по системам. Наша Марина является официальным сервисным центром Volvo Penta. Огромное количество яхт обслуживаем постоянно не только членов нашего яхт-клуба, но и по всему, по всей Украине, по всей Киевской области. Артем, большое спасибо за интересную беседу. Спасибо вам большое за такую великолепную возможность протестировать такой великолепный, интересный автомобиль. Уже жду наше следующее интервью на яхтенной выставке в Киеве. Если у вас остались вопросы к Артему, пишите в комментариях к этому видео. Ссылку на Марину Ариану мы вставим в описании к этому видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Прогавта. До встречи. Спасибо, до встречи.